Всем привет! Привет! Меня зовут Жанара. Это видео мастер-класс по вязанию сумки-клач из трикотажной пряжи. Также эту сумочку можно вязать из любой другой пряжи, например, из толстого шнура, полиэфирного или хлопкового. Для вязания мне понадобилось всего лишь 100 метров пряжи и 2 часа времени. Вот такая сумочка получается на этом мастер-классе. По размеру она высотой 14 сантиметров, длиной 23 сантиметра. Сумочка вяжется достаточно легко в течение полутора-двух часов. Этот видео мастер-класс подходит для начинающих, потому что здесь мы рассмотрим основные петли. Это столбики без накида и как правильно держать ниточку, чтобы у вас получался красивый ровный узор. В рамках этого мастер-класса я связала две сумочки из нашей трикотажной пряжи «Алтын» цвет оливковый и цвет коралловый. Материалы для вязания сумки нам понадобится один моток трикотажной пряжи «Алтын» цвет оливковый, толщина нити 7-9 миллиметров. Крючок номер 6 для основного вязания, крючок номер 4, чтобы прятать кончики нитей, магнитная кнопка пришивная, две штуки, колечки 20 миллиметров, две штуки, и цепочка с карабинами 120 сантиметров. Перед началом вязания нужно пряжу из мотка распустить и немного растянуть. Вот так распускаем пряжу на 2-3 метра вперед и так делаем в процессе всей работы. Кончик нити 5 сантиметров, набираем цепочку 45 воздушных петель, старайтесь петли делать покороче, потуже. Мы закончили, связали цепочку 45 петель в первый ряд. Придерживаем нитку так, чтобы скрутка смотрела наверх. Одну петельку пропускаем, подним крючок в следующую петлю, захватываем нитку вот так. Протягиваем петельку наверх, захватываем нитку, провязываем столбик без накида. Теперь мы вяжем с вами узор. Узор состоит из двух петель. Одну петельку пропускаем, в следующую петельку вводим крючок, захватываем нитку, вывязываем длинную петлю, придерживаем и провязываем столбик без накида. Теперь вводим крючок в пропущенную петельку. Вводим крючок в следующую петлю, провязываем столбик без накида. Возвращаем крючок в предыдущую петлю, провязываем столбик без накида. Готова мы связали с вами два раппорта узора, продолжаем вяжем третий раппорт. Первую петельку, и вторую петельку. Итак, мы вяжем с вами до конца ряда. Всего мы должны связать 21 раппорт узора, и в конце 1 столбик без накида. Закончили. Первый ряд. В конце остается одна петелька. Мы здесь вяжем столбик без накида. И еще одну воздушную петельку для подъема следующего ряда. Давайте кончик нити поднимем наверх, чтобы спрятать его в следующем ряду. И посмотрим. Теперь вот мы связали с вами первый ряд. Если вот так считать, у нас будет 21 раппорт узора. Это его лицевая сторона, и вот это его изнаночная сторона. Теперь вяжем второй ряд. Переворачиваем. В первую петельку провязываем обычный столбик без накида. И уже далее мы вяжем раппорта узора. Следующую петлю пропускаем. В третью петлю вводим крючок. Провязываем соединительный столбик. Здесь следим, чтобы крутка нити смотрела наверх. И возвращаем крючок в предыдущую петлю. И провязываем тоже столбик без накида. И хорошенько вытягиваем длинные петли. Далее опять одну петельку пропускаем. Следующую. Провязываем столбик без накида. Кончик нити придерживаем. Прячем внутри петелек. Теперь вводим крючок в пропущенную предыдущую петлю. Провязываем длинную петельку в столбик без накида. Еще раз пропускаем. Сюда вводим крючок. И в предыдущую петлю вводим крючок. И так продолжаем вязать до конца ряда. Точно так же в каждом ряду 21 раппорт узора. Всего нужно связать 16 рядов. Мы сейчас вяжем второй и еще 14 рядов. Итак, мы закончили. Давайте посчитаем по парам. Должно быть 8 пар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь давайте измерим. Длина у нас 43 сантиметра. Ширина 23 сантиметра. Здесь нам нужно вот это у нас будет клапан. Для клапана мы определяем 16 петель с одной стороны и с другой стороны ставим маркеры. Итак, готово. Вот так определили по 16 петель. И здесь у нас остается еще 28 петелек. Теперь складываем сумочку вот так. Это у нас будет изнаночная сторона. Мы потом сумку вывернем. Здесь делаем воздушную петельку. И теперь сшиваем две детали вместе. вводим крючок в первую петельку, и здесь в следующую петельку после маркера. И провязываем сюда ввести столбик без накида, вводим крючок в следующую петельку и здесь тоже в следующую петельку, и ввести столбик без накида. Так продолжаем. Полностью пока у нас не закончится все петли. последние две петельки вот здесь можно не соединять друг с другом оставляем их открытыми теперь ниточку отрезаем и кончик нити прячем то же самое мы делаем с противоположной стороны здесь вот так переворачиваем клапан сверху берем новую рабочую нить вводим крючок в следующую петельку после маркера и здесь в крайнюю петельку и провязываем столбиками без накида обвязываем до конца кончик нити можно сразу спрятать внутри петелек закончили здесь тоже в середине две петли можно не довязать и вот у нас готова сумочка изнутри теперь нам нужно сумку вывернуть берем наши магнитные кнопочки и пришиваем их к сумочке одну часть сюда и одну часть сюда и чтобы выкрыть а выкатажированные здесь ну я ну Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...